Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Иркутский завод вездеходов. Мы сегодня вам делаем обзор нашего нового выпускника. Этот выпускник поедет на Чукотку. Это уже далеко не первый в этот регион, не жаркий. Вот, давайте я вам про него расскажу. Эта машина классическая. Кузов классический, не удлиненный, короткая. Общая длина этой машины 4,30. Ширина 2,40. Давайте теперь про его копирующие поговорим. Двигатель тут 1NZ, 1,5 литровый. 109 лошадей. Маски УАЗик. Раздатка Биккорн. Шины, сами видите, Трекл Классик. Давайте поднимем капот и посмотрим, что у нас там находится под капотом. Вот двигатель 1NZ, радиатор, генератор. Это дататор. Здесь у нас гидравленное руле. Это вон табличка, это номер рамы. Наша техника сертифицирована. Вот ее номер рамы. Особенность этой машины, это гибельная подвеска. Сзади тут рессоры, а спереди, сами видите, пружина. Аморизаторы у нас стоят здесь газельевские. Один аккумулятор. Из особенностей этой машины, это двойные стекла. Лобовые двойные стекла и вот эти форточки. Они двойные. Это стеклокеты стриплекса. Сделаны на заказ. Дизайн нашей машины, он уже установился. Он уже неизменный. Это в прошлом году мы еще экспериментирули с форной обрешеткой, с формой капота. Сейчас это все установилось. Вот здесь защита рулевого цилиндра у нас выполнена в виде такого плуга. Давайте пройдем вокруг машины дальше. Здесь установлено два топливных бака. Каждый бак по 75 литров. В сумме того 150 литров. Это приличное количество. Двигатель не пожорливый, экономный. В последнем 12-15 в час. Это если газовать. Если помедленнее, то поэкономичнее. Также здесь установлен автономный отопитель кабины. Бак. Надо сделать надпись. Подсказали. Дизельное топливо. Автономный дизельный. Давайте пройдем вокруг машины. Посмотрим. Вот видите. Сзади здесь установлены у нас ресор. Это самый надежный тип подвески. Блокировки в Москве стоят электрические. Не самоблокируйся. Это более надежно в точке зрения проходимости. Потому что если самоблокируешься, когда он срабатывает? Когда у вас одно колесо уже буксует, а второе подключается по мере необходимости. Автоматически. Ничего не есть всегда хорошо. Электрический на плане более правильно. Вот смотрите. Здесь внутри салон. Салон. Длина ловки метр шестьдесят. Ширина салона внутри метр восемьдесят четыре. То есть спокойно человек среднего роста. Я метр восемьдесят. Спокойно. Оттенки до стенки ложишься. Это слани. Они ложатся здесь в проходе. Здесь сидит три чайка. Здесь сидит три чайка. Шесть человек. И спереди два. То есть восемь пассажиров можно спокойно поместиться в этой машине. В нашей машине. Давайте обойдем дальше. Смотрим в кабину. Водительское место. Здесь у нас установлена ножка для водителя. Торпеда. Панель приборов. Это наше собственное изготовление стеклопластиковое. Вот видите. Это второй топливный указатель. Второй бак. Щиток приборов Гейлевский. Вот. Все как обычно на всех наших машинах. Это свет. Коробка здесь автоматическая. Споры о том, какая коробка лучше автоматика или механика. Это все зависит от вас, от вашего назначения этой машины. Если большие груза, то, наверное, и прицепом, то, конечно, лучше предпочтительная механика. А если себя любимого, одного с небольшими грузами, то автомат удобно. Включил ее. Д. Пусть она работает. Ну, на этом, наверное, обзор мы наш закончим. Больше-то тут по нашему... А, ну, вот видите, багажник. У нас еще сверху здесь установлен багажник, на котором смурдяк можно перевести. Вот. Давайте заканчивать будем. Мирного неба. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это поможет нашему видео подняться в рекомендациях. До свидания.